привет друзья с вами снова михаил и сегодня у меня для вас очередной обзор перьевые ручки и на сей раз это опять ручка от компании кросс если помните совсем недавно я показывал вам обзорчик вот этих ручек но еще одной такой же который называлась cross century classic и сказал что у кросса чуть попозже вот после этих ручек вышла модель которая называется cross century 2 тут же сам связался сергей вы помните такой совершенно замечательный человек который некоторое время назад одолжил мне для обзора меня кучу чернил от карандаша три совершенно чумовые ручки и так далее сергей позвонил и сказал что у вас cross century 2 если я хочу то я могу сделать его обзорчик ну конечно же я согласился спасибо огромное сергей спасибо сергей мне дал и еще пять ручек вот кроме этой да и в ближайшее время я буду показывать ручки от сергея крайне интересные ручки сергей спасибо огромное я правда тронут вот прям спасибо и так cross century 2 как видите ручка значительно крупнее чем просто century classic вот и в одном из обзоров один из коллег писал что cross century 2 это уже танцем на минималках вот вот танцем ну да наверное да наверное внешне ручка очень похоже но только небольшого размера давайте тогда посмотрим как видите ручка по-прежнему небольшая вот так она в длину 13 с половиной сантиметров такая же в длину как cross century classic но потолще потолще и вот обе эти ручки по сравнению с монбланом 146 то есть хотя эта ручка и покрупнее чем classic но все равно достаточно небольшая давайте тогда на нее посмотрим итак а корпус ручки выполнен из металла скорее всего латунь и покрыт по золотой вот здесь у нас написано cross 1 20 10 карат gold не плейтед rolled gold то есть накапка да золотая накапка cap and barrel то есть и колпачок и баррель а честно говоря я не очень люблю по золоту но в принципе смотрится это довольно неплохо ручка легкая и вот самое большое у меня к ней замечание она сделана из очень из очень тоненького металла да из-за этого она такая нельзя сказать чтобы дешевая да ну вот не очень хорошо она воспринимается честно говоря мне не очень понравилось а форма корпуса очень такая типичная для кросса остренький колпачок на верхушке колпачка мы видим вот такую вот черную штуковину золотой точкой в середине а изогнутый клип опять же типичный для кроссов тут написано кросс колечко прямой баррель вот до этого места и немножечко сужается кончику на обратной стороне плоская верхушка в принципе форма корпуса мне нравится так вот вот если бы ручка было бы чуть-чуть по увесистее но было бы наверно совсем здорово колпачок здесь на защелке в закрытом состоянии защелочка ведет себя очень неплохо ничего не крутится не вертится не люфтит снимается правда без особых усилий чтобы закрыть вот здесь появляется небольшое сопротивление его надо преодолеть и тогда ручка заходит на место но защелочка такая не очень хорошая да такая немножко она хлебковата на мой вкус если мы снимем с вами колпачок то увидим достаточно длинную черную пластиковую секцию в продольных канавках крылышки которые удерживают колпачок застегнутом состоянии здесь нету никакой ступеньки вот это все достаточно гладко из-за этого ручку держать удобно удобно ничего не мешает нету резьбы нету ступенек никаких выступающих частей все неплохо и вот на этой ручке в отличие опять же от century classic перышко как видите золотое написано cross 18 карат 750 проба и вот здесь вот и вот здесь вот маленькая буковка m то есть это перышко medium и здесь мы с вами видим такой я бы сказал не очень стандартный пластиковый фидер я не припомню таких фидеров по форме а скорее всего здесь перышко сделано пеликаном но я не уверен вот есть еще один нюанс видите секция немножечко прокручивается да и когда вы пытаетесь открутить ручку вот что у вас происходит вероятно это дефект именно этой как конкретного экземпляра да может быть но тоже не знаю откручиваем картридж конвертерная система заправки и я уже говорил что у кросса свой собственный формат и картриджей и конвертеров и здесь стандартный кроссовский конвертер еще раз напоминаю что у танцам то другой конвертер у танцам то зеленый конвертер этот конвертер на резьбе а у танцам то он на трение поэтому вот такой конвертер в танцам вы поставить не сможете наоборот не знаю не пробовал в руках ручка лежит неплохо то есть тут такой же не совсем детский игрушечный размер как как у century classic неплохо но легковато и вот я вам говорил что ручка чуть-чуть такая несерьезная по ощущениям давайте посмотрим что уже у нас умеет делать перышко и так кросс сенчери 2 перо медием 18 карат или 750 проба золота чернила пеликан эдлштайн оливин перышко перышко очень неплохое перышко очень неплохой это не самое гладкое перо которое когда-либо видел да достаточно серьезный у него обратная связь такой достаточно типичный европейский миди хорошая более хорошая обильная подача и перышко достаточно пружинистая то есть если на него немножечко нашать то можно чуть-чуть сделать линию пожирнее таким образом перышко неплохое и что я вам хочу сказать а форма кроссов мне нравится очень так изящненько на мой взгляд аккуратненько симпатично ручка не производит она впечатление какой-то особо серьезные вещи да я вам говорил что в основном это из-за того что у нее достаточно тоненький металл из которого сделан корпус в принципе неплохо в принципе неплохо ручка недорогая а когда-то я их видел в продаже тысяч по восемь рублей но я не уверен да вы знаете что у нас к сожалению в последнее время растут немножко цены поэтому вот честно вам скажу не искал сколько сейчас стоят такие модельки в принципе в принципе неплохо в принципе ручка мне понравилось вот было бы чуть-чуть потяжелее посерьезнее да было бы здорово но конечно по сравнению с танцентом ее не сравнить до танцент и тяжеленький и покрепче и сделан получше но в общем и целом очень симпатично но если сравнивать ее с ручкой который называется кросс классик кросс сенчури классик то сенчури 2 нравится мне меньше и эта ручка пооригинальнее да она ведь такая тонюсенькая изящненькая здесь форма такая но более классическая что ли вот сенчури внешне мне нравится намного больше вот такое видео друзья увидимся в следующий раз сергей еще раз огромное спасибо пока пока